Привет, с вами снова канал ПАВК, и сегодня мы с вами рассмотрим китайский 4-х ядерный смартфон компании Huawei. Называется данный смартфон Huawei Ascent G610. Институт данного смартфона это световое зарядное устройство, 2-кабель с разъемом microUSB, входная стереогарнитура, в котором использовали данный смартфон. В смартфоне установлен 4-х ядерный процессор с тактовой частотой 1200 МГц, оперативная память 1 ГБ, встроенная память 4 ГБ, поддерживает карты памяти microSD до 32 ГБ. Здесь установлен 5-димовый IPS LCD дисплей, разрешение 540 на 960, отображает до 16 миллионов оттенков. На смартфон бывает белого и черного цвета, в данном случае у меня моноблок черного цвета. Высота данного смартфона 142 мм, ширина 73 мм, толщина 9,9 мм, весит данный смартфон 170 граммов, довольно-таки тяжелый. Перед установлены камеры 0,3 мегапикселя, сзади камеры 5 мегапикселей, есть вспышка, здесь находится динамик, снизу разъем microUSB для зарядки и синхронизации с компьютера, звуку, качелька громкости, и здесь кнопка включения-выключения данного смартфона и блокировка его. Сверху разъем 3,5 мм, например, чтобы подключить проводную стерео гарнитуру. Кышка данного смартфона съемная, сейчас я вам покажу, как она открывается, здесь сбоку есть такая зацепочка, цепляем пальцем, здесь так придерживаем и оттягиваем ее. Снимается довольно-таки легко, здесь мы видим съемную аккумуляторную батарею, емкость 2150, сюда вставляется одна сим-карта, сюда вторая, стандартная сим-карта, сюда можно будет поставить карту памяти microSD. На смартфоне установлена операционная система Android 4.2.1, все работает довольно-таки плавно, без тормозов, большой яркий дисплей, здесь мы видим 3 сенсорные кнопки, кнопка назад, кнопка домой, и здесь настройка рабочего стола. Можно также настроить эффект рабочего стола, держим палец, выбираем навигация, и здесь мы выбираем, например, ветряная мельница. Чтобы другое, вот перспектива. установлены полноценный GPS-модуль, и также в смартфоне установлены Яндекс-карты. давайте посмотрим камеру. давайте поиграем. играть на данном смартфоне довольно-таки удобно. смотрим ролик через интернет в Google Play. громкость в смартфоне выше среднего. давайте послушаем. на смартфоне более удобнее, конечно, пользоваться двумя руками, так как вот до тут, например, мне пальцем не дотянутся. на смартфоне есть модуль Wi-Fi, Bluetooth, большой, огромный дисплей, яркий, поддержка GPS, можно использовать его в качестве навигации, поддерживает две сим-карты. в принципе, на сегодняшний момент цена в рознице на данный смартфон составляет 9000 рублей. довольно-таки интересная модель с четырехъядерным процессором. так что всем большое спасибо за внимание, не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. всем удачи, хорошего настроения, пока! Субтитры создавал DimaTorzok